Доброе утро! Золотая осень наступила, наконец-то. И мы с Серегой вновь выехали на речку. В этот раз будем ехать далеко. Съездим, проверим одну речку. Рыба по идее должна уже потихоньку скатываться, спускаться. И вот будем пытаться ее ловить, находить. Становились наперегур, проехали уже где-то 40 километров. И еще, возможно, столько же. Не помню сколько километров было. Дорога постепенно сужается и сужается. Дорога просто исчезает в кустах. Едем уже по приборам. Ну что, все прибыли. Дорога здесь закончилась. Сейчас перекусим и будем заходить уже по навигатору до реки и будем рыбачить. Ну, до речки сколько тут идти? Где-то может метров, ну, больше пол километра по навигатору. Здесь идти до реки. Все, возьмем с собой спиннинги, удочки, опарышей. В общем, возьмем всякую наживку снасти. Ага. Болотные сапоги. В общем, к рыбалке готовы. Все, позавтракали и тронулись. Но тронулись не умом, а тронулись в сторону речки. Тут немножко есть заросший профиль. Чуть-чуть будем заходить по заросшему профилю, а там уже резанем по навигатору и выйдем к реке. Посмотрим, сколько займет у нас это времени. Прошли немножко по болоту и вот как раз выходим на речку. Воды, конечно, очень много. У нас тут недавно просто был подъем воды такой же, как и весной. И мы как бы решили, пофигу, вода поднялась. На маленькую речку пойдем, потому что там шансов больше поймать рыбы при большой воде на маленькой речке, чем на большой. Вот такая вот речуха. Как любят называть многие блогеры, таежная речка. Вот так. Кстати, вода немножко более-менее упала и не прям уж так ее здесь много. В общем, меньше говорить, больше делать. Надо начинать рыбалку. Пока я разговариваю, Серега уже расчехлил удочку и кинул. Идем уже минут 15-20. Пока вообще ни одной поклевки. Такое ощущение, что Хариус уже свалил. Ну, конечно, для этой речки еще рано. Но так как была очень большая вода, многие люди говорили, что он мог свалить и по большой воде именно осенью. А воды было здесь, вот обратите внимание, по той стороне и по этой вот стороне вся трава помята. Это вот уровень воды где-то вот так вот был. Вот такая была большая вода. Так что не факт, что вообще все это сегодня здесь будет ловиться. Первая рыбка есть. Маленький. Еле-еле взял. Еле-еле. Шел прям, я его вел вот от того куста и до сюда. Он все выходил, брук-брук, брук-брук. И вот здесь уже только вот на выходе схватил. Да, судя по первому Хариусу, рыба не активная. Ну, не будем унывать. Во, 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 сразу же еще один. Но это из той же серии, из серии «Малыш», детский сад. Смотрим, пробуем везде. Не только на осенних ямах. Хотя осенью предпочтительный он берет на плесах. Да где-то на ямках копится. По крайней мере, начинает копиться. Я иду просто пробую везде. И на хороших местах, и на не очень хороших местах, как мне кажется. Потому что Хариус такая рыба, что непонятно вообще, где он будет брать, где не будет брать. Как он будет брать, во сколько он будет брать. Рыба загадка. Как у нас в Куломском районе, я помню, рыбаки называли Хариуса дурная рыба. Икра у него круглый год, блин. И весной, и осенью, и летом с икрой бывает его ловишь. И берет он как хочет, когда захочет. Так что вот как-то вот так вот. Смотрите, какая бобровая запруда. Бобр попытался остановить речку здесь. Конечно, в идеале такие места надо рушить. Но река все равно нашла выход. Тут мелко вообще камень. Камень. Да, вот так вот бобр делает вот такие вот запруды. Смотрите. Гаденыш. Вот что творит. Вот так. Эту заразу к нам завезли. Распустили. И он начал нам тут гадить все реки. Вот такими вот палочками своими. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Фух. Тут надо целый день бензопилой ходить пилить. Такая запруда Она уже врослась, видимо она уже старая Вот что твари делают С нашими речками Передать бы привет Этому умному человеку Который решил сюда завезти к нам Этих зубастых Привет тебе, умная голова Все засрал нам здесь Вот что Грызут не только Осину Ну еще и березу Вот они И березу все обтесали Причем свежак Где-то вот они здесь живут Прямо рядом И плотинка тут у них И свежие, свежие, прям свежие нагрызы И уронили они ее Но уронили они ее попозже Уже немножко это где-то Может месяц-два назад Вот такую вот Березку они свалили Ладно, пойдем дальше Надеюсь мы их не встретим Очередная столовая его Вот что творит, а Зараза И тут Благополучно ныряет И балдеет там Маленький Пусть живет, уживает Ага Давай, оплывай, брат Оплыл Опять маленький Крупный выходил Но повторно не взял А мелкие вот Вроде цапают Пока не поймал еще ни одного достойного Чтобы можно было взять Наконец-то Первый Достойный Сегодня Хариус Хорошая Твердая трехсотка Час Час уже рубачу Вот только первое Я забираю Потому что остальные Все было Одна мелочь Поменял блесную На нее пока вообще не хочет Брать Зацепил такую Желтенькую С красным Придется нам опять Ставить белую Выход был Я его даже видел Но не взял Хорошенький Да Пять, шесть, семь проводок А то и до десяти проводок Чтобы Хариус вышел Очень он привередливый Это может быть Пока еще Такое время Может быть Попозже будет выходить лучше Не знаю Пока вроде рыба есть Но мозги компассируют Очень сильно Ну-ка попробуем пройти Вот сюда Типа так Кому точек Что ли Как такой Вот здесь Попробовать здесь Покидать Вон с той стороны Кормушечка Опять Бобровая Вот Есть Хариусок Брат Показал Себя Брат Это четкий Дергает Блядь Класс Вот он Есть Слав Тащи его Красавчик Ох ты ж Прикинь Это бобер Смотри какой дрын Отлично Он чуть видишь За бок И он немножко Бачком шел Да, да, да Поэтому ушел И как будто бобер Серега пришел На мое место Выдавил меня Выдавил меня И поймал Хариуса Здесь Расчехлил Спиннинг Потому что Пошли вот Некоторые Амута Широкие И удочкой Я просто Не достаю Вот есть Вот схватил Хорошенечко Достойный Хариус Вышел Струи Оттуда Разбежит Сеченье Быстрое Хотя Осень Осенью Хариус Любит Более такие плёсики а вот это как раз вот летние места тут великолепно наверно летом бы зацепился есть так сказать о берег о болен ребят выхватил уже его с воды чуть было не было слива чуть было не было хороший хороший боечек вот эта лопатка хорошая попался очередной малыш остановились на первый привал он серёга уже горы рыбы нафигачил будем кушать почистим рыбу и пойдем немножко дальше молоко как берёт да нежненько тогда вообще блин так вот пять раз кидаешь он дюпает 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 и хрен вот все это надо либо еще там стоять дольше либо уже блин просто я говорю в следующий раз 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 если чё не взял просто поменяй попробуй блин я участвую для трасс просто медленно поставил смотрю начал брать на фигачат все объели бобровая тропа смотрим местечко муточек такой интересный есть 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 красавчик хороший крупный осенний хариус немножко обеду стало чуть-чуть получше как будто бы брать нет я вышел сюда там у меня эти как его но нет я сейчас я-то спущу сейчас вниз сейчас здесь покидаю вниз пущусь чуть-чуть еще есть один второй уже здесь не нет я вот том же бурелом и я здесь вышел сюда да я сейчас назад тут пройду я сейчас здесь назад старая бобровая столовая может здесь хариусок стоит больно тут под берегом глубоко авось авось по мутке кто-нибудь есть так намотал а 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 кто-то зацепился до до а 200 ко стандартная конечно домой а Тоже взял Это тоже маленький Этого не будем брать Да блин Хватает главное Все острия Зацепился какой-то маленький А в принципе не очень даже маленький Нет Такого я отпущу Такой нам не нужен Опять дошли До очередной Бобровой столовой Смотрите что творит Но еще ни одного не видели Пока шли Я тут кинул до 3 раза Я еще тут толком не успел покидать У тебя блесна Желтенький Не знаю все равно активный Ты должен сразу показать себя По течению да Нахреново крутится А так Более менее вроде Может тут его нету Просто здесь бобры Прошугал блять Всего хариуса Заключительный хариус сегодня Да просто его доебать надо Ну да Смотрите какой кабанчик вышел Это грамм под 350 Можно даже проверить Как у меня С точностью Я думаю это где-то 350 грамм Сейчас я для интереса его взвешу Сейчас я его Немножко глушану Возьмем весы А то я все время говорю 200 грамм 300 грамм 350 грамм Может быть я вру Сам себя проверю просто Так По нулям Берем хариуса Который Думаю около 350 грамм Взвешиваем Вуаля 380 грамм хариуса Ну ошибся Немножечко В другую сторону Вот такой вот 380 20 грамм До 400 грамм Не хватило Вот такой вот красавец Пару квитковища Можно здесь сделать И отправляться Наверное Будем Чистить рыбу И домой Ну что Закончили мы рыбалку Почистили рыбу И пошли По навигатору Вот Серега Тут нашел Какую-то Может старая лесовозная дорога Не знаю Как она будет Заросшая Заросшая Но по навигатору Что-то показывает Он пошел Вперед искать ее Недалеко Я пошел Здесь за ним Бобры Грязанят Мало того Что они Все тут погрызли Вдоль реки Они еще и в лесу Вот тут В глуби леса Грызут Ходят Так что Бобалка В принципе Неплохая Где-то По 5-6 килограмм Мы поймали На брата Смотрите Чем дальше углубляюсь Все Он тут ходит Прям по лесу Грызется Нормально Хариус В основном Крупный Такой Хорошенький Мелкого Мало Было Вот Как видели Где-то От 200 До 400 Грамм Вот такие Средние Так что Как-то так Идем В сторону Машина Прошли Где-то Метров 600 По лесу И все-таки Нашли мы Эту дорогу Старую Она довольно Еще Неплохая Вот тут уже Центральная Выходим Мус Офигенная Нам Конечно Подспорье В этой Дороге Так По лесу Шли бы Эти Километр 600 А тут Вот Мы уже Три Поедем Семи Будем Дома